Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Министр обороны Греции. Все-таки интересное заявление. Считаем, цитата, возможным четырехсторонное сотрудничество Армения, Греция, Франция, Индия. Чем плохо этот альянс? Добавьте Новую Зеландию еще туда. Австралию туда еще. Это потом. Но сейчас действующий. Мы же реально с вами смотрим. Вы понимаете, в чем дело? Что происходит? Кто будет реально боевать? Две горячие точки, которые вполне могут. Это и индийско-пакистанцы, и конфликт, который толкает столкновение с Китаем. И потенциально армяно-азербайджанский конфликт. Вы знаете, куда вталкивают Армению? Армении-то не ведут победы. Армении ведут к поражению. Потому что следующее соглашение, будет соглашение 9 ноября 2020 года. А это будет по полному смыслу слову капитуляция. Армении надо укреплять обороноспособность. Надо проводить реформу армии. Никто этого не отрицает. Но извините, пожалуйста, армяне умные, мудрые, великий народ. С величайшей историей. Но не из Индии, Франции, Греции. Нет, вы понимаете, в чем дело. Мы же с вами опытные люди. Учиться надо у тех, кто умеет побеждать. Где победила Франция? Где победила? Назовите мне одну войну, когда победила Франция. В Второй мировой войне за две недели сдали Париж. Изгнали из Африки. Где победила? Говорят, армянские офицеры изучают курс армянской геополитики в Академии Генерального штаба на премьерах Барандино. Понимаете? Помню. Понимаете? А греки где победили? Кого они победили? Вы понимаете? Надо учиться у тех, вне зависимости от того. Даже Зеленский, Зеленский, начал понял, отказался от американской школы. Зазначил сырского сознателя, который является сторонником русской военной школы. Надо было искать тех, которые победоносные, да? Да, надо учиться побеждать. А потом можно было решать свои задачи. Учиться побеждать. А они учат поражение. Чего много у тебя французы? Вы понимаете? Ладно. Давайте вернемся к конкретному вопросу. Мы это обсуждали, поэтому я отдельно на это хочу обратить внимание. В конце этого года Баку заявил, что Зангизурский коридор потерял свою привлекательность. С начала этого года Азербайджан вернул этот вопрос в повестку дня. Скажите, в чем дело? Кстати, об этом говорили и в Анталии на последней встрече. Это тактический ход. Тактический ход сначала отказаться, потом вернуться. Азербайджан искусственно, потому что в мирном соглашении от 9 ноября никакого... Есть понятие коридора, но нет Зангизурского коридора. А они хотят ввели понятие Зангизурского коридора, договориться с армянами. Это проблемы искусственные. Но эту проблему можно было улучшать несколько по другим средствам. Азербайджан продавал его. И в этой ситуации конкретно нужно было Армению дублиться в Россию. Это первый вопрос. Второй момент, когда Алиев понял, что проблема Зангизурского коридора осложняет его проблемы с Западом, он обозначил маршрут через рамках выхода на кричевание и снял с повестки дня. А сейчас вдруг опять поднимается вариант Зангизурского коридора. Это вопрос давления на Армению. От кого? Давление на Армению. То есть армянам угрожают. Причем, посмотрите, угрожают армяну. То, что, конкретно от кого? Со стороны Азербайджана и отчего на Турцию. Те Россия. Россия несколько вариантов маршрута, коммуникационный коридор. Еще есть объективный фактор, когда мы заинтересованы, как это ни странно, за Зангизурском коридоре в Москве тоже. Но есть определенные условия в этом. И вот начинается шантамеса того, чтобы грамотно сесть с техническим специалистом на уровне правительства, спецслужб, дипломатом, провести мозговую атаку. Без предвзятых каких-то суждений определить конкретные реальные действия, а реально оценить ситуацию. И как начать процесс возрождения Армении в новой прописке в концерте определенных держав. Здесь начинается, понимаете, ну просто базарная торговля. Станислав Николаевич, давайте вернемся конкретно к вопросу. То есть вы за то, чтобы коридор отдали, коридор существовал и чтобы отдали под контроль России. Да? Я так понял? Нет, нет. Я говорю, это вопрос двухсторонних договоренностей. Извините. Армения может быть по этому вопросу конкретно вести переговоры с Москвой. Как Баку намерен вести переговоры по положению Карабаха с конкретно Москвой о пребывании миротворца. Это вопрос при своей сложности, при всей гибкости, при всей болезненности и так далее. Это вопрос технически решаем. Почему в данном случае Россия обозначила свое присутствие? Россия не присутствует. Через ФСБ контроль обозначил не заанализован. Просто говорю о коридорах. Почему? Потому что, чтобы не вмешался фактор, на всякий случай, если появится соблазн, у какой-то стороны, имеется в виду Азербайджан или Турцию, замкнуть Гюмри и оттернуть его. Тогда русские помешают этому. Не Иран. Или же наоборот. Или Иран должен вводить свои войска. Вот самое свежее заявление. Вот Ирана, после чего, да, в этом вопросе не было и не будет никаких изменений. Вот позиции Ирана. Да, ну и что. Эта тема закрывается, блокируется. Дальше. А теперь возникает другой момент. Коммуникации идут. Север-юг идет через Азербайджан на Персидский залив. Армения оказывается у разбитого корыта. Никакой коммуникации нет. Вы понимаете, здесь нужно очень грамотно работать. Здесь нужно выходить, переступать через стереотипы, принимать решения, которые выгодны. Нужно даже где-то наступить на город своей песни, для того, чтобы начать процесс возрождения Армении. А так идет стагнация, понимаете, геополитическая стагнация, полная изоляция. Ну, хорошо. Йокки-палки. Снимут тему. Скорее всего, так и будет. Зангизурцев в коридор. А что он дальше будет говорить? О мирном договоре, который непонятно, что за документ. Почему непонятно? Абсолютно непонятно. Никто непонятно. В Берлине два дня беседовали, беседовали. Так, два дня, дипломат, формат. На ВИЛИ, МИД и так далее. Вести переговоры. А в итоге получается, что они пили коньяк и играли в нарды. Почему? Ни заявления, ни текста, ни конкретные и так далее. Вот вся игра. Армян не привезли коньяк, а Байрамов привез нарды. А Путин подарил это Заре. Бросать, чтобы в нужный момент выскакивали те позиции, которые нам нужны. Азербайджанцы, кстати, сносят здание парламента в Степанакерте. Знание это новое, да? А там наши русские миротворцы. Это хорошее здание. Жалко. Напрасно делать. Они там высотку, наверное, хотят построить. Интересно, здание обкома. Они будут сносить? Я это к чему? С кем имеем дело все-таки, Станислав Николаевич? А вы? А вы говорите дипломатия, дипломатия. Здесь уже не дипломатия. Не нам учить армянам, с кем имеют дело. Нужно было вести до какого-то момента армянская дипломатия, армянская внешняя политика. Но было суперэффективно. Супер было эффективно. Нам сейчас нужны надежные партнеры. Вот в чем дело. Это очень просто. Нет, ну какие партнеры? Партнеры в таком плане. Вы понимаете, в чем дело? Что произошло? С желанием малых стран, в том числе Азербайджана, Грузии и других стран, использовать ресурс главной митрополии в своих интересах, это соблазнен был везде. И мы точно так же действуем. Мы использовали в период пересройки, вот сейчас тогда, мы использовали ресурс западных глобализма. В своих интересах Россия стала другой. Мы сами не смогли вылезти из этой шинели. А мы стали другими. Вот умение использовать этот ресурс, это большое искусство. В этом армяне набили руку исторически. Они должны были максимально использовать ресурсы России, своих интересов. Я не случайно вульгарно говорю, что руководители Армении, главы Пашиня, должны были привезти раскладушку, поставить приемный Кремля и ночевать там. Понимаете? А Путин сейчас живет тоже в Кремле. И с ним общаться, и пить коньяк, и разговаривать все, что угодно. Для того, чтобы не дать возможность, заподозрить, дать возможность, чтобы были какие-то сомнения в искренности армянского народа. Но не получилось. Да, да, не получилось. Ну, видимо, судьба вот так должна была. Израиль не участвовал в переговорах о прекращении огня в секторе газа. Станислав Николаевич. Это в Каире, да? Да. Проискали, да? Это плохой знак? Нормальный знак. Они не будут участвовать. То Хамас отказывается, то Израиль отказывается. То, вы знаете, это опять-таки барбарет, анекдот. Такой, я не могу, и так далее. Это двух армянина-евреев хородят на кладбище. Он говорит, а что, ты куда, в какой рай попасть? В ад или в рай хочешь? Он говорит, я, конечно, хочу в рай. Почему? Говорит, а в какой рай? Капиталистички или социалистички? Он говорит, конечно, капиталистички. Потому что социалистички я был. А ты, Ягин, в какой рай хочешь? Я говорю, я хочу в социалистички. Почему? А то, потому что, говорит, черти то дров нет, то смоу не примезли, то черти пьяные. Понимаете? И говорит, это будет, ад станет раем. Вот я ему почему говорю. Вот то же самое мы видим на примере. Это известная анекдота. Мы видим то, что происходит в Израиле. Хамас. Анекдот. А Эрдоган снова предложил Украине и России провести переговоры в Стамбуле. Что-то происходит за кулисами, представитель Сава Николаевича. Мы поощряем Эрдогана. Мы Эрдогана вели в высшую лигу. Мы Эрдоган, это любимчик России. Это всегда было так. Высшую лигу вели. Путин вели. Эрдогана... Ничего, посла убили, летчик убили. Это забудет. Срагический партнер. При всем этом пришлось наступить на песню. Мы вели в высшую лигу. Его Байден не принимает. В Европе его не пускают никуда. А Путин каждый день разговаривает по телефону. И он разговаривает. Вот сейчас после Европы опять политик. И так далее. Мы, конечно, поощряем его политическую инициативу. Это позволяет Эрдогану. Потому что Эрдоган говорит, я не могу присоединиться к санкциям, потому что я посредник. А если я не присоединюсь к санкциям, я становлюсь на стороной конфликт. Удобная позиция? Удобная позиция. Это зерновая сделка. Сыграли пользу Эрдогану. Поддержали Эрдогана. Удобная позиция для нас. Удобная позиция. Эрдоган опять мировой лидер. Кругом с Эрдоганом. Сейчас Макрон говорит, что нужно активизировать Эрдогану. Потому что это единственный человек, который может позвонить Путину и позвонить Зеленскому и что-то говорить. Мы говорим, да, пожалуйста, конечно. Да, ошиблись на санкциям формате. Сорвали там армичане Джонсон. Борис Джонсон знаменитый. И тогда сорвал Эрдогану. Мы говорим, да, хорошо. Хотя, если глубоко посмотреть на это, там были более серьезные процессы. Постреливайте договоренность. Эрдоган на гору. Есть саудоско-оравская инициатива, есть африканская инициатива. И Эрдоган все время на горе. И Эрдоган, в общем-то, мы поощряем это. Это есть суть того, что Эрдоган начинает использовать свой ресурс геополитики, позиционируя себя как один из центров силы. И мы в этом заинтересованы. Но это не видят только слепой. То, что вы говорите, это касается и к Южному Кавказу, да? Конечно. Конечно. Я говорю, это ошибочное явление. Ошибку. Ерман допустил методомническую ошибку, рассчитывая, что он может объединиться с Алиевым на антироссийское слое. То есть Россия знает, почему пускает Турцию в Кавказ. Конечно. Да, ошибка Ермана заключалась в том, что они могут создать треугольник с Турцией на антироссийской основе. Вот в этом треугольнике, в этом треугольнике, если придется какого-то барана как жертву резать, это будет Армения. Это будет Армения. Этого никогда не будет, Станислав Николаевич. Этого не было сто лет назад, не будет и сейчас. Я не хочу, я тоже желаю счастья и богополучия армянскому народу и государству. Но, к сожалению, последний опыт, последние десятилетия показывает, что нужно быть готовым ко всему.